Так, ну всё, тремя ссылками поделился. Хочешь цивами, иди к Дихиару. Хочешь ДФ, иди к Славику. Это кто такие вообще? Окей, окей. Я никого не знаю. Я не местный вообще. Юнитный Нордер. Мы перестали продавать железо. Давайте посмотрим, кому мы можем продать железо. Я бы с удовольствием продал Санхай, чтобы они наклепали юнитов, и мы могли бы их убить. Это было бы круто. Японии железо явно не ценят, я уверяю вас. Такие ценят. Слушайте, у них у самих есть железо. А, у них нет железа, ему уже не хватает, отлично. У них, правда, самураи воевать с Японии я не хочу совершенно. Самураи это фигово, безусловно. С вами можно железом поделиться. У нас у самих железо есть, но... Как ни странно... 342. Давайте. Недостаточно, да? А, 340? 330. Я же знаю, уже почти близко. 320. Что, 300? Олика, олика. Такие жадные все. Сколько может это стоить? Ага, золото за ход. Лошади очень дешево, видимо. 126 и 3 золота за ход. 180. Эмай, я поеду пурка по Элкангу. Ммм, 230. А 230 нет. Во, за 220 взяли. Фух. Барыги, а, прям какие-то, знаете, такие еврейские, полинезийцы. Цивилизейшн 5 с Дайсмастером, Divinity Original Sin. Не думал постримить? Ну, я не Цивилизейшн 5 с Дайсмастером, я просто Дайсмастер, если ты хочешь знать. А постримить? Да как бы у меня уже который раз говорят об этом. Нет, не думал, я как-то не хочу. Великий торговец с Дайс. Ну да, так ты, торговец великий. Что, три бушеты брать будем? По чём они там сегодня? Три бушеты по 460. У нас есть где-то, наверное, на 2,5-3 три бушета. Я бы хотел всё-таки воркшоп построить, а три бушеты бы купить так. Это было бы лучше, наверное. Три три бушета было бы нормально, чтобы гал взять. Но вот единственное, что меня немножко смущает, три бушеты, которые были японские, они развалились за один ход. Поэтому я думаю, Гао просто не взять тупо. Харальд Блютуф уже в Ренессансе. Етить-колотить. Надо срочно у него что-нибудь воровать. Сколько мы уже изучили? 46. Можно на астрономии переключиться, в печь машинерей кроссболменов. 18 сил, а у этих 14... Ну, бонус против городов. Двойной. То есть 24 против города. Хм. Сложно все это, знаете ли. Очень сложно. Я знаю, что можно сделать. Я знаю, забьем, но вот это машинерей. Блин, тинг пресс, да. Идем к астрономии. Это будет у нас через 13 ходов. Это круто. 13 ходов, это хорошо. Мы же стрим технологии, во-первых, возможно, через некоторое время. Я не знаю, пока что перевел. Только что сюда будет устанавливать свои связи. Налаживать сеть шпионовскую. Но мы же можем поставить приманку Пайкмана. Пайкман сейчас до конца почти что отличится. И мы поставим его под Гао. Ну, он, естественно, будет стоять на талии, которым можно пропиложить. А сами подведем осадные юниты, чтобы тот стрелял Гао по Пайкману, а мы осадными юнитами ему снесли бы тут быстро. Вот это вот идея. Это страта. Стратка, пацаны. Давайте берем, наконец-таки, менедребушет. Бараш, конечно же. И фортифай. Краков вырос. Я все сделал? Да, я в университет запихнулся, кого нужно. Рост у нас через ход у Варшавы. Лодза. Лодз что там с университетом делает? Самая большая проблема университета в Варклаве будет. Сначала, конечно, мы лайбрери собственным ходом построим, а потом купим университет. Прочем вообще покупка университета? Вот чем меня волнует. Университет покупается за 660. Ну, норм так-то. Еще каргашип нужно построить. Че только не нужно построить. Есть рабочий. Мы можем построить здесь больше пищи сделать на этой клетке. А можем добавить сюда майн. То есть шахту. Так, две пищи плюс одна с фермой. В любом случае на этот айл нужно будет перейти. Куда бы я ни пошел бы вообще. Как там Гао поживает? Еще маяк можно сделать. Сколько будет длительность производства маяка? Четыре хода. Ну, четыре хода это долго. Знаете, у нас тут все по пять-четыре ходов где-то так. Это пять, это четыре. Куда у нас тут сюда перешел рабочий, да? Ну, это, в принципе, неплохо. Но я бы поработал немножко здесь. Это нам сразу 4D ассоцианса в науке. За счет того, что у нас есть университет. За счет того, что у нас есть колледж национальный. И за счет того, что у нас есть еще... Че? Библиотека, конечно же. Как ты играл за Россию? Меня заспаунили посреди лесов и болота. Интересно, меня заспаунило туда, куда надо, говорит Мендосом. Да, да. Именно так. Нашелепик еще нужен. Чтоб Great People Generation был повыше. Все нужно. Но коллизей, конечно, просто... Топ-приорити даже больше, чем воркшоп. Что нам делать-то, господа? Когда у нас будет медь? Меди не предвидится. Просто no way, нет пути. А счастье нужно. Через 20 ходов новый цивик. Я надеюсь, что это будет рационализм. Именно для этого мы исследуем вот эту ветку, которая будет исследоваться еще 10 ходов. Мы в Ренессанс войдем. Получим обсерваторию, которую построим здесь, для науки пущей. Как-то так в планах. Плантация. Да, джунгли будут убраны. К сожалению. Как оно производство? С одной стороны добавят. А с другой стороны только плюс одну пищу. Я от этого не понимаю. Ладно. 10 ходов, так 10 ходов. Поехали. Так, требушет нам нужен. На этом тайле. Здесь у нас ферма. За 5 ходов. Окей. Самое главное следить. Не будет ли Гао падать потихонечку. Нам нужно с одной стороны иметь здесь кого-то в одном тайле. Ой, я поставил лучника. Ну ладно, пофиг. Надеюсь, его не убьют. Жесть. Япония очень быстро разбирается с городами. Нужно попробовать обойти с этой стороны пайкмана. Мы увидим, что здесь тоже окружение есть. Этот пайкман умрет. Я займу его место. Гао потихонечку падает. Требушет подошел почти что. На следующий ход разложимся. Подъедем. И начнем атаковать, когда пайкман еще чуть-чуть отлечится. Я думаю, со следующего хода попробуем убрать Гао. Плюс одну пищу по сравнению с джунглем, которые убирают, и тоже дают пищу. Нет, смотрите, убирание джунглей дает продакшн. То есть убирает одну пищу, но дает продакшн. А плантейшн здесь дается как бы суммарный бонус, что будет после постройки вместе с убиранием джунглей. Ну-ка давайте посмотрим. Или я ошибаюсь. Плантация плюс одна пища. Про продакшн ничего не говорится. Но убирание джунглей же входит в создание плантации. То есть вот эта подсказка, она дает полностью стопроцентный... Как бы такой стопроцентную сводку, учитывая убирание того, что там есть уже. Еще один ход и спать, еще один ход и спать. Да, миндосы, именно так и происходит. Убивай японцев и не дай им захватить город. Это я вот этих вот самураев убивать буду? Да-то они меня убивать будут. Да вы же смеетесь, что ли? Здесь у нас есть плантация. О, ферма, конечно же. Кого мы можем переставить? Давайте глянем. Ну вот отсюда можно переставить, наверное, чувака. А, нет, вот отсюда, с науки. Кому нужна наука в наши-то времена? Ой. Мроз через шесть ходов. Что нам нужно больше? Вот эти две производства? Или вот эти два на еду? Шесть вместо шести. Четыре вместо четырех. Ну так, в принципе, наверное, даже чуть лучше. Инженер. Ученый через четыре хода. Супер. Давайте посмотрим на великих людей, когда у нас будет кто. Четыре хода здесь. Тринадцать ходов тут. Грейт в райтер. А в Кракове? Через пятнадцать ходов. Окей. Значит, теперь нам нужна еще одна. Здесь ферма. Трибушет. Подводить его сюда или нет? Просто смотрите, один ход на разложиться, на следующий стрелять. То есть я не могу подойти, разложиться и стрелять сразу же. Мне нужно на это два хода. Но здесь есть цели, которых будет Гаус стрелять. Я уверен. Потому что лучников моих не стреляет. Верим и надеемся, господа. Верим и надеемся. Проблема знаете в чем? Что Пайкман, если что, не успеет. Сейчас, возможно, по Пайкману мы будем стрелять. В общем, хил. Нужно ли стрелять? Ну да, тут у нас почти что ничего не снимается. А плюс три экспириенса лишним не будут. Убивай японцев. Это я видел. Привет, Ванзас, еще раз. Ты не успел уйти, уже вернулся. Молодец. Этот Пайкман нам нужен. Потому что иначе кто город будет брать? Серьезно, у нас очень плохая ситуация. Так, юнит промоушен. О, нам дали требушет. Просто как вовремя. Главное, в каком городе вы посмотрите? В Броклове дали требушет. Он находится очень далеко от фронта. И ближайший путь туда... Пять ходов, четыре хода. Ну, такой, наверное. В любом случае, в эту сторону идти. Самый главный вопрос, возьмем ли мы город на этом ходу. И смогут ли японцы взять его на следующем? Тут вопрос в том, стрелять или не стрелять. Снимаем мы очень мало. Стреляем тремя юнитами. Потом четвертым юнитом стреляем среднее. И оказывается, что мы его не берем. На следующий ход берет. Да, я тоже думаю. По идее, они по третий за ход снимают. Но они пробитые все. И тут будут пайкмены уже. А не самураи. Скорее всего, все-таки на следующий. Можно, по идее, запилыджить пока. Тогда мы пройдем вот так. Достреливаем? Достреливаем. Самое главное, чтобы не взяли гао. Молитесь, господа. Только чтобы не взяли гао. Если возьмут. Ну, что поделаешь, конечно, всякое бывает. Бараш, конечно, берем. Мачу-пичу. Ой, как я хочу его забрать себе. Хочу взять этот город. Он такой классный. Не, он Мачу-пичу в Коупанге построил? А, то есть мне этот город придется брать и оставить, ко всему прочему. Если японцы берут гао, то это ГГ, говорит, Ван Зос. Нет, не факт. Не факт. Вообще не факт, не грамма. Мы уже круче японцев. Мы потихонечку пробираемся вверх по очкам. У нас скорость отставания по науке будет сокращаться. Мы достроим университеты здесь и здесь. Через 10 ходов будет библиотека. Здесь университет. Я куплю тут тоже университет. Мы сделаем через 10 ходов. Начнем строить Оксфорд. Оксфорд будет строиться 10 ходов, то есть 20 того. Через 20 ходов мы уже будем в этой эре. Вопрос, что мы будем брать? Нам нужна санитивка Тьюри. Это очень далеко. Все, Оксфорд мы, наверное, не знаю, будем строить для того, чтобы взять, скажем. Что мы будем брать за счет Оксфорда? Обычно за счет Оксфорда имеет смысл выходить в новую эру. Но это очень важно. Зачем сразу Оксфорд? Его же оставляют на потом. Да вот я тоже думаю, что его нужно оставить либо на индустриализацию, либо на научную теорию. Некоторые вообще до радио его оставляют. Но как бы у нас в космос идет наша маленькая Польша. Ладно, катаны. Скрестите пальцы. Не знаю, пеку поставьте на счастье. И надеемся, что гал выстоит. Самое время мир заключать. Вот, да. Есть гал жив. Готов компас. Все супер. Атака японцев захлебнулась. Берем гал, пацаны. Все. А, да, кстати, можно еще очень важную вещь делать. Заключить, попробовать договор, чтобы другие нации объявили войну им, прежде чем мы захватим их столицу. Потому что иначе у нас будут пенальти на вармонгеринг. То есть нас будут вармонгерами считать. То есть очень злобными, агрессивными и страшными людьми. Что у нас со сам тембоси-то? Мы даже дефенсив пакт можем сделать. Что у нас там? Френдшип есть? А не френдли, между прочим, к нам? Отлично. Я бы с ним декларейшн о френдшипе попробовал заключить. Самое время. Я вас деклайн, говорит он. Я вынужден отказаться. Ну да, да. Знаем, знаем. О, глоб фиатр строит. И он еще, ко всему прочему, там старательно против нас заговор плетет. У него арбалеты тем временем. А нас нифига. И возможно скоро здесь появится большое количество войск. Надо ставить свои арбалеты. Надо быстрее захватывать Гао. Теперь японцам ГГ. Ну так неинтересно, говорит Ван Зес. Ну так-то да. Какой ужас, против нас планирует заговор. Ладно, поехали. Бьем сначала слабенькими. Да если это вообще серьезно, что ли? Скажи, вот ты серьезно, да? Снимаем до нуля. Гао готов. И теперь захватываем его. Нет. Попробуем заключить сделочку, давайте. Деклар Вонер, он... А, скин. Нет, говорит. Че-то мне это не нравится. Вообще не хочет. А даже если мы вместе... Аске заключим. Мне, говорит, в другой раз возможно. Они уже не злятся на нас из-за того, что у нас Декларейшн Фрэншип с Японией. То есть Япония и Полинезия вполне себе нормально относятся друг к другу. А вы хотите заключить войну? Ну, начать войну, конечно же, с Аске. Да, он готов. Он готов. Отлично. С учетом того, что он против нас там замышляет. Самое время его подкупить. Нет, я железо не буду отдавать. Не думайте. Десять. Двенадцать давайте. Одиннадцать. Тринадцать, что ли, вход? Так, за пятнадцать. Так, лошади. Вообще, нужны ли нам лошади? Они нам на королах гусаров нужны? И далеко ли они от нас? Хочу, чтобы в другом материке была цивилизация, загнобившая все другие. Чтобы он снова напрягал Дайса, говорит Ван Зесс. Да, будет такое. Это вот этот Полинезийц. Он явно будет всех там гнобить. Вы понимаете, что вот этот вот чувак, который перед нами, он по науке просто в небеса уходит. А там кто-то есть круче определенного. Полинезийц точно круче его. Но не знаю уж, по науке нет. Вряд ли по науке. Так, ну четырнадцать золота уже. Я не знаю, что за кровопийца такой. Двадцать норм, говорит. Ну а восемнадцать? Не знаю, семнадцать. Еще открытой границы хочет. Давайте посмотрим, можем ли мы лошадей ему отдать. У него лошади-то вообще есть? У него лошадей нет. Звезли лошадей сколько у него, да? Вон два места есть, где лошади. А у нас еще лошади имеются в наличии где-то? Хотя бы здесь, например, лошади будут? Нет, тут лошадей не будет. Главное еще обратить внимание на вот этот вот минус к хэппинесу, к счастью, тоже не очень хорошо. Я думаю, куплю вот эту клетку и обработаю ее как можно быстрее. Потому что надо, реально очень надо. Иначе будет дело плохо. Ну или вот эти две клетки можно купить, тоже вариант. Потому что новому городу тут не особо нужен вот этот холм, скажем честно. Попробую пропоуз сжать, бывает срабатывает. Да, нужно попробовать. Сейчас попробуем. Сейчас посмотрим, наши крылатые гусары, где они там. Вот они, уже рядом. Лошадей просто так отдавать как-то не хочется. Но, с другой стороны, нам еще тут учить нужно будет много разных других интересных вещей. Хикстинская капелла. Ее построили или нет? Вот вопрос. Ладно, все это не важно. Нам нужно договор сделать с ним о том, чтобы он объявил войну. Я готов заплатить как минимум даже там 12 где-то за это. Он заключает войну с Саскией. И 30 ходов у нас нет уже лошадей. Нормально. Нормально. Еще открытые границы. Нет, говорит. Да, готово. Он заключил войну с Саскией. Начал воевать. И возможно, только на следующий ход будет эффект иметь. Но наша сделка сейчас закончится. Да, потому что война-то тоже закончится. Какая сложность. Или это просто за объявление войны. Ну, неважно. Сложность Immortal. Лаги, говорят. У кого-то лаги, а у кого-то все нормально. Варвары прогрессируют. Но другая великая цивилизация... А, и другая великая цивилизация уничтожена? В смысле, Анава. Он хотел сказать еще одна великая... А, во-во-во. Варвары прогрессируют. Еще одна великая цивилизация уничтожена. На нас спустилась ночь. И все огни погасли. Создаем Папет. То есть... Город-марионетку. Итого, у нас есть столица. Гао. Есть мрамор. А, не хотели мрамора, наверное, очень долго. Но самое плохое, это минус 10 счастья. Это очень много. Империя находится в состоянии неспокойствия. Могут возникнуть восстания. И появиться... Сепаратисты. Варвары. Как там, ополченцы? Их сейчас называть очень принято. Ну, а что для этого нужно сделать? Нужно колизей закончить. Нужно дождаться, когда он выйдет из состояния вот этого вот резистанса. Тогда у нас снизится. Недовольство из-за того, что... Как мы видим, у нас из-за чего... В общем, по разным причинам тут много недовольства. Нам нужно подсоединять ресурсы роскоши. У него там все время что-то горит. У него теперь город сгорел. Японцы выброшены. Отброшены в другой век. Своими самураями дурацкими. Мы продолжаем движение сюда. Мы поставим где-нибудь здесь, наверное. Хотя, знаете, не будем продолжать движение. На нас могут отсюда напасть на... Роклов. Поэтому мы стены, пожалуй, закажем следующим. Все сложно. Но мы, самое главное, сделали маленькое продвижение вперед. Мы захватили чужую столицу Гао. Город в целом очень хороший. Потому что вокруг огромнейшее количество тайлов с едой. Сам он находится на реке. Единственное, что, конечно, тут вот хлопка два. Ну ладно, у нас есть хлопок. Мы можем вот... О! Супер. Я чуть не пропустил очень важную вещь. Можно хлопок же на цитруса обменять. У нас же появился лишний хлопок за счет того, что мы этот город захватили. Теперь у нас не минус 10, а все это минус 6. Какие мелочи. Купить здание с мордами и все. Все довольны. Да, куплю обязательно и не одно. Но уже в следующий раз, наверное. Спасибо вам, что смотрели. Я на этом стриме закончен на сегодня. И в ближайшее время будет продолжение. Не только по цивилизации. У нас не закончено, а первок, продолжение прохождения Скорима Драгонбурна. Есть еще вопросы к Пиларсу Фетернити, Бетте и Great Obsidian Entertainment. Которые являются идейным духовным наследником Балдерсгейта. И в целом мне нравится. Так вот запакованно. Я надеюсь, в ближайшее время будет патч. Мы посмотрим, как оно играется с патчем. Который можно пройти без всяких диких чудовищных глюков. Нет, Драгонити Original Sin вряд ли буду стримить. Да, и сложен ли YouTube? Да я постараюсь. Конечно, постараюсь. Но не знаю когда. Дел у нас еще много. Польша потихонечку движется к своей дороге в космос. А мы на сегодня закончим. Самое главное, не забывайте о следующем. Вы можете подписаться на мой канал на YouTube. Там всегда есть воды. И по цивилизации я скоро выложу. Я постараюсь это сделать в ближайшее время. Во Вконтакте и на Твиттере есть анонсы. Подписавшись на них, вы будете всегда в курсе, когда будет следующий стрим. Заранее, как минимум за один день до этого. Так что подписывайтесь, ставьте плюсы. И играйте в хорошие игры. С вами был Dice. Все вам самого наилучшего. И пока.